Добро пожаловать на Донни Шоу! И сегодня мы с вами поговорим, что думают в телевидении об интернет-контенте, в частности о Ютубе. Давайте посмотрим один из репортажей телеканала РЕН-ТВ. В общем, они не делают ничего особенного. Просто записывают ролики, монтируют кое-как и выкладывают в интернет. Иногда это обзоры видео, иногда путешествия или просто любые съемки с себя везде. А иногда обзоры видеоигр. И все это сопровождается просто беск... Запомните эти слова. Не делают ничего особенного, монтируют кое-как и выкладывают в интернет. Об этом они скажут в конце. Извините, уважаемый, но игрой Кайс 1.6 добиться успеха очень сложно. Играть в современные игры. Дальше. Лайки ставьте. Поэтому я сегодня буду страдать и играть в монетополи. Доходы, о которых мечтают даже дети некоторых олигархов. Но блогеры-школьники заработали их сами. Вот это знаменитая в кругах молодежи Саша Спилберг. Доходы, о которых мечтают дети олигархов? Ват? Что это значит? Откуда вы знаете, сколько заработают дети олигархов? Возможно, у них там какие-то большие компании зарабатывают миллиарды. Просто в день. Это, конечно, очень смешно. Но ирония в чём? Просто мне кажется, что Рэн Ти Вик хочет навязать как-то вот блогер, становится богаче детей олигархов. Вот в чём весь бум. Дети олигархов. Это богатые дети. Но, возможно, их родители не дают им вообще ни копейки, а просто заставляют где-то учиться. Это вот мы, возможно, некоторые блогеры богаче, чем эти дети. Потому что у них есть пару сотен баксов в кармане. Но не более. Её доход от видео в интернете эксперты оценивают примерно в 10 тысяч долларов. Девушка чего только не делает на камеру. Иногда даже открыто рекламирует те или иные товары. И всегда имеет успех. Что открыто рекламирует? А в телевидении что закрыто рекламирует? Я не понимаю. Реклама есть везде. И в телевидении, и в радио, и в интернете, и в каналах. Что это значит? И что за тенденция сравнивать блогеров со школьниками? Большинство блогеров старше в 17 лет. В основном даже больше 20. Некоторые даже по треть, по 40 лет. Их смотрят не только школьники, но и люди возраста 20, 30, 40 лет. В основном смотрят молодёжь. Знаете? Ирония номер два. Что они хотят этим донести? Как мне кажется. По моим ощущениям. Знаете? Стик Бородино. Вот что я вспомнил. Стик Бородино. Я вам сейчас его прочитаю. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром французов от ДНН. Да ведь были схватки боевые. Да говорят ещё какие. Недаром вся Россия помнит про Деми Бородино. Да были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Богатыри. Не вы. Вот именно про это и говорится на этом ролике. То, что старое поколение богатыри, а новые школьники – это что-то плохое. Или не школьники. Вот школьники-блогеры именно. Я просто вижу то, что идёт какая-то конкуренция с Ютубом против телевидения. Но, come on, вы можете делать такие офигительные шоу, такие большие проекты, о которых какие-то мелкие блогеры не могут мечтать. Относительно телевидения, вот даже самый топовый, у которого самое большое количество подписчиков – это Ивангай, да? Более 10 или 11 миллионов. Вот он не сможет сделать такие же проекты, как делают это в телевидении. Тот же самый КВН, Комеди Клаб, ещё какие проекты есть. Вечерний Урган. Он тоже намного больше, чем проекты, какие-то ролики или песни Ивангая. А в Америке? В Америке вообще поступают шикарно. Они делают самые офигительные передачи. И этим самым удерживают аудитории. Явным примером является топ-гир аналогов в интернете. Практически нет такого масштабного проекта, который бы делал Ютубер. Есть, конечно, много блогеров, которые обозревают очень крутые суперкары, даже Бугатти Вейроны. Но в таком масштабе, в таком количестве нет. Пока я не видел такого. Если вы знаете, сообщите, можно написать в комментариях. Смотрим дальше. Видеоблогинг давно превратился в чётко поставленный бизнес. Над каждым роликом работает целая команда. И продюсеры, и сценаристы, и режиссёры, и операторы, и световики, и звуковики. И у них там всё в полный рост. При этом часть таких доходов от партнёрских программ, например, налогами облагается. А часть просто невозможно отследить. Заработками малолетних блогеров уже заинтересовались. В начале этого ролика говорилось то, что кое-как снимают и монтируются тоже кое-как, и выкладываются это всё в интернет. А сейчас говорится то, что над каждым роликом работает целая команда профессионалов. Вы что, ребята, камон, вы противоречитесь своим же словам. Так не должно быть, вы должны проверять свой эфир. Каждый блогер по сотне раз пересматривает своего видео, прежде чем выложить это в интернет. А вы даже, по-моему, ни разу не пересмотрели своё видео, и я не знаю, как дальше комментируется это. Снимайте просто качественные, интересные вещи, и всё будет у вас шикарно. Смотрим дальше. А летних блогеров уже заинтересовались взрослые в Госдуме. Люди, которые нам говорят, что блогеры – это наша интеллектуальная собственность, что мы имеем своих подписчиков, мы размещаем рекламу, и это наше, мы не против. Но социальная ответственность бизнеса, она быть должна. И, конечно, эти суммы, которые являются доходом, они должны облагаться налогом. Их заработок зависит напрямую от того, сколько внимания школьников в интернете они к себе... Люди, которые говорят, что блогеры – их собственность. Без комментариев. Думаю, на этом сегодня мы можем закончить, но мы обязательно продолжим эту тему, если мы наберём очень много лайков и комментариев. Давайте поставим лайк под этим видео, чтобы поддержать этот контент, и чтобы телевидение не разрушило наш с вами любимый YouTube. До новых встреч. Пока-пока. Поставь лайк под этим видео. Не забудь подписаться.